Россияне торопятся списать долги через МФЦ. Изучив статистический релиз Федресурса по востребованию банкротства граждан в 2021 году, могу сделать однозначный вывод о неуклонном росте спроса на банкротство у россиян. Судя по информационным сообщениям, 22-й год продолжит тенденции роста числа банкротств. В сегодняшнем выпуске обсудим суть нововведений, условия проведения банкротства, возможные риски. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Итак, одной из причин роста спроса на банкротство у граждан является упрощенная процедура списания долгов. С 1 сентября позапрошлого года заработал механизм внесудебного банкротства физлица, который позволяет получить статус банкротства не через суд, а с помощью МФЦ. Суть нововведений. Если описывать механизм проведения процедуры, то вся его идея сводится к тому, что избавление гражданина от накопившихся долгов проходит без участия суда и абсолютно бесплатно. После подачи заявлением в МФЦ государство берет на себя все обязательства по оформлению банкротства, а через установленный срок признает должника банкротом. В теории. На практике может появиться масса подводных камней и нюансов, которые способны значительно замедлить и осложнить процесс. По большей части именно условия для получения статуса банкротства являются главными виновниками. Идем дальше. Условия для проведения банкротства. Упрощенное списание долга может быть недоступно должникам, если банки еще ни разу не обратились в суд и взимают долги без ФССП. При этом предусмотрено несколько условий для упрощенного банкротства. Первое. Размер долга не может быть меньше 50 тысяч рублей и не выше полумиллиона. Второе. Отсутствие имущества и доходов выше прожиточного минимума, за счет которых можно было бы погасить долги. Третье. Указание всех кредиторов, перед которыми у должника имеются обязательства. Упрощенная процедура банкротства может списать задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и государственными органами. Однако она не избавляет от долгов по алиментам, обязательствам по возмещению вреда жизни, морального вреда и вреда имуществу. Идем дальше. Возможные риски. Столкнуться со сложностями и ограничениями можно не только во времени проведения процедуры, но и после признания должника банкротом. Рассмотрим самые негативные последствия. А. Для получения нового кредита гражданин обязан предупреждать банк о своем банкротстве в течение 5 лет. Б. Невозможно будет распоряжаться своим имуществом без согласия финансово-управляющего. В. Нельзя будет занимать управленческие должности на протяжении 3 лет. В. Провести следующую процедуру банкротства можно только по происшествии 5 лет. И куда более значительный вред могут нанести недобросовестные юристы, которым должник обращается за помощью. Стоит внимательно подходить к выбору компаний, оказывающих услуги, связанные с банкротством. Друзья, пишите ваши вопросы в комментариях, жмите ваши лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия. Субтитры создавал DimaTorzok